В нашем регионе по итогам первого полугодия социально-экономические показатели – основные исходы, которые обеспечивают развитие экономики. Единица промышленного производства составила 102,7%, обрабатывающей промышленности – 100,1%. Доли нашего региона промышленного производства «Экманс-Голос» составляет 16,6%. Есть у нас определенный рост в сфере малого и среднего бизнеса. У нас все-таки увеличивается количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса на 1,1% и достигло 3,314 единиц. В том числе необходимо отметить, что вдоль действующих субъектов, которые работают, на самом деле, считая деятельность, возросла до 90,3%. Здесь хотел бы отметить, что у нас есть положительные достижения. Валовые продукции у нас выпущены 2,1 млрд тенге на 17% больше периода прошлого года инвесторического объема составил 1,7%. У нас с вами рост производства по мясу – 101,1%, молоко – 101,1%, яйцо куриное – 108,1%. Рост по голове КРС наблюдается в целом – 110,8%, рост по овцам и козам – 104,6%, рост по лошадям – 112,8%. В то же время хотел бы отметить, что у нас с вами идет снижение по поголовью птицы – 76,5% и свиньи – 73,7%. Объем строительных работ по региону составил 2,2 млрд, ИФО по ним составляет 128,2%. Введено жилье было 2566 квадратных метров. По сравнению с прошлым годом у нас явно наблюдается снижение. Инвестиции в жилье строительства составили 235 млн тенге. 9.32 строительство дома было завершено, он введен в эксплуатацию. Единственное, мы должны на этой следующей неделе провести распределение по жилищной комиссии между жильцами. На самом деле там строительство затянулось, тоже на это нужно обратить внимание серьезное. Почему? Ну, в части связано с тем, что там средства, которые выделялись на благоустройство в прошлом году, они были возвращены в бюджет, и благоустройство будет завершено только сейчас, в ближайшие недели. По трудоустройству 972 человека к нам обратились. Процент по сравнению с прошлым годом 84% составил, ниже гораздо трудоустроено 734 человека. В уровне эффективной безработицы остается 0,6%, как и в прошлом году. Количество учащихся у нас составило 9865 человек, в 13 школах было дистанционное обучение, 3,5 тысячи человек. Детей у нас проходили обучение, 5298 детей у нас обучалось в 433 дежурных группах. Большая цифра, серьезная. В традиционном формате обучение велось в сельских школах с контингентом до 300 учащихся. Это численность детей в одном классе, не более 15 учащихся. И 9 школ, наши сельские, они работали в штатном режиме. В них обучаются 1010 учащихся в нашей сельской школе. Соответственно, здесь, хочу сказать, 1958 компьютеров и ноутбуков было приобретено за счет РБ-1556. И за счет городского бюджета 202 штуки. Кроме этого, до этого я тоже говорил, у нас в начале года, ну в прошлом году это было, дело назад, потому что нам в Казахалтын в свое время нашим школам отцу без любви они подарили планшеты, для того, чтобы дети могли обучаться. В целом, если по зраконению смотреть, хотелось бы дальше отметить, что все-таки у нас есть с вами рост рождаемости 15-9 на тысячу человек в этих 14-3 в последующий период прошлого года. Естественный прирост составил 1,16 на тысячу человек. Но в то же время у нас понятно, что, наверное, и в том числе и за счет ковида, у нас с вами есть рост смертности с 12,6 до 14,74. Номерло 47 человек, на которые, то, что мы говорим, ситуация с ковидом очень сильно повлияла. Субтитры создавал DimaTorzok